В преддверии праздника 9 мая представители вертикали власти постарались прийти в гости ко всем седовласым героям 40-х. К тем, кто много лет прожил в Бресте и сегодня продолжает прославлять наш пограничный город. Иван Семенович Долгов один из них. Так сложилось, что его насыщенная событиями жизненная дорога после учебы привела его на западные рубежи Советского Союза. Приходилось непросто, но оптимизм и жизнелюбие, которым Иван Семенович славится и сегодня, позволили построить хорошую карьеру и реализоваться в профессии. Ветеран уверен, что такими же сильными, самостоятельными и ответственными были и его сверстники. Все те, кто выжил в той страшной войне. Иван Семенович до сих пор помнит момент, когда им огласили – началась война. Одна бабка встречается, думает, что такое, где народ такой. Детки говорят – война. Война началась. У нас там церковь была, в общем, там все советы, средняя школа. Не полная средняя школа, две начальные школы были. Ну, население почти пять с половиной тысяч. Вот такое, так само. Ну, собрались в центре, мы сразу туда послали, ну, рассортировали кому на войну сразу. 27 села, в классе было 16 девчонок, 10 ребятишек. С 25-го года было 7 человек. У нас забрали в феврале месяце, не дали кончить, и 4 лет забрали в армию. Из 7 человек четверо погибли, а трое вернулись. Никто не мог представить, насколько непростая судьба ожидала юноша и девушек, чья молодость, как и Ивана Семеновича Долгова, пришлась на годы военного лихолетия. 1418 дней на честь страха и ужаса. Сотни тысяч кровопролитных боев. Миллионы загубленных жизней. В этих нечеловеческих условиях нужно было собирать силы и не сдаваться, рассказывает Иван Семенович. И то, что это получалось, подтверждает многочисленные награды ветерана. Конечно же, ничто не отложилось в памяти так ярко, как День Победы. А потому особая ценность сохранится в домашнем архиве. Это экземпляр газеты, где рассказывалась о капитуляции германских войск. Его Иван Семенович показал гостям вместе с другими, не менее важными для себя документами. Например, недавно он был участником большого спортивного мероприятия для команд из городов-героев в Москве. 13 городов-героев у нас, и мы приехали туда 11. 11 Одесса и Киев не приехали. Разные виды шахматы, мини-футбол, волейбол и прочее. В общем, спортсменов 37 человек, с тренерами 40 человек. Иван Семенович Долгов для нас, современников, это живая летопись большой эпохи страны. Его опыт и мудрость – наука для молодого поколения брещан. Он человек-легенда, чью имя и судьба навечно вписаны в летопись тысячелетнего Бреста. Он помнит, как туда приехал, тот первый день, свое первое рабочее место. Самое интересное, что он даже помнит номер своего комсомольского билета. Вот это, наверное, дорогого стоит. Он помнит своего первого начальника, он помнит своего первого учителя, который, в принципе, человеку, которому 93 года, а он каждого помнит и каждого знает, и говорит, если его, и каждого по фотографии может определить, кто и когда, и в какой период, в той или иной должности работал. Вот это дорогого стоит. Поэтому хочется, прежде всего, каждому из наших ветеран пожелать, самое главное – это крепкого здоровья, и чтобы подольше они с нами побыли.